Понятно. Ярославск, вы много лет проработали в Нью-Йорке на разных радиостанциях и на телевидении, и вы в то же время 12 лет работаете уже на радиостанциях города Чикаго. Скажите, есть какая-то разница, какая-то обратная связь должна быть между тем, как воспринимают вас и ваши программы в Чикаго и как это делается в Нью-Йорке? Очень разная публика. Я сейчас не хочу обидеть оба города, но в течение 12 лет я наблюдаю некоторую разницу в публике, потому что, скажем так, в Нью-Йорке к эфиру подходит публика с большим энтузиазмом. В Чикаго публика выходит в эфир, выходит на открытый разговор, несколько более подготовленная. Поэтому в Нью-Йорке это в основном эмоция, как бы такая непосредственная реакция на то, что ты говоришь. В Чикаго такое ощущение, что они сами готовятся к эфиру. И потом уже в эфире высказывают какие-то аргументированные мнения. Здесь меньше эмоций, но больше как бы уверенности в собственной позиции, даже если эта позиция, мне кажется, не очень правильная, скажем так. Вот поэтому в Чикаго публика немножко и подготовленнее и порезче, чем в Нью-Йорке. В Нью-Йорке всегда с человеком можно договориться, но вообще всегда это неравный бой, скажем так, открытая линия. Потому что в открытой линии любой человек, что бы он мне не сказал, я могу отщелкнуть кнопку микрофона и в течение трех секунд буквально сделать из этого человека ничто. Если я плохой журналист, как бы, то есть не плохой журналист в плане профессии, а если я с недобрым чувством иду в эфир. Но это самый главный, наверное, зарок любого журналиста, как бы надо сразу заречься. Никогда не ходи в эфир с недобрым чувством. Никогда не выходи в эфир злым. Ты можешь злиться на кого угодно абстрактно, но никогда не пытайся злиться на того слушателя, который что-то сказал тебе не так. А вот как вы к этому относитесь сами персонально? Вот кто-то против вас выступает и говорят, Ярослав, да, вы ничего не знаете и так далее, и так далее. Как вы будете отстаивать свою позицию или вы будете все-таки опровергать этого человека? Как вы себя в этом плане ведете? А понимаете, в чем дело? Эфир это довольно сложная и короткая вещь, когда это касается открытых линий. Во-первых, в любом случае отстоять свою позицию должен журналист, иначе зачем он ее выносил на суд? С другой стороны, журналист, работающий на радио, должен это сделать очень быстро. Вот это вот самое главное. Поэтому аргументация должна быть настолько четкой и настолько нужно быть уверенным в своей позиции, настолько владеть информацией, чтобы даже если человек привел какие-то контраргументы, и он был очень подготовлен к эфиру, в течение 5-10 секунд, ну хотя бы одной минуты, не то чтобы разбить эту позицию, но представить свои совершенно достоверные, четкие и правильные аргументы. И это главное нужно сделать быстро. То есть без определенного знания проблемы в эфир лучше не выходить. Вот такой вот закон, как ни странно. Никогда не надо сводить счеты с радиослушателем. Вот, а вы там сами, да кто вы такой, да вас тут Москва заслала, да вы вообще непонятно кто. Есть некоторые ведущие у нас, не буду по фамилиям, как бы, которые вот таким вот образом, такой агрессивной манерой поведения разговаривают с радиослушателем, и на этом эпатаже, кстати говоря, собирают публику. А собирают публику по той простой причине, что вот привыкли у нас так общаться. Приехать в Америку мы приехали, но не стали мы не то чтобы американцами, не приняли мы этот западный менталитет, который говорит нам, все-таки улыбайся человеку. Ты человеку должен улыбаться прежде всего. Мы это не приняли, у нас публика достаточно агрессивная, и поэтому ведущие, как бы, на этом эпатаже, на этом можно сделать себе определенную публику. Но на этом нельзя сделать себе ни профессию, ни как бы, я все-таки, есть такое слово честь, которого я придерживаюсь, и вот чести это не принесет. Это, пожалуй, самое важное. Понятно.